В 1914 году сын Льва Толстого, режиссер Немого кино, решил снять фильм об Ангеле, который хотел понять людей. На главную роль актера найти долго не удавалось, ведь по сюжету Херувим должен был падать с небес ногим прямо в снег. Наконец, отважный нашелся. В легендарной ясной поляне с крыши в сугроб спрыгнул ангел с белыми крыльями. Им был Саша Вертинский. Однажды, проснувшись утром, я понял, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты на мои концерты были раскуплены на неделю вперед. Получал я уже сто рублей в месяц. Нотные магазины были завалены моими нотами. Креольчик, жаме, минуточка. Горжеточка, ручечка, попик. Сентиментальное уменьшение в редках актера-литератора-поэта-самоучки Александра Вертинского. С первых дней слабы подкупали одних щемящей правдивостью и эстетикой, другие обвиняли его в дешевой инфантильности и наивном мещанстве. Но все равно платили за концерты. Что я усталая игрушка. Больших детей. Всю свою жизнь, несмотря ни на какие свои скитания и переживания, остался все-таки верным своей стране. И еще во время войны он возвратился в Советский Союз и ездил на фронт и пел свои песни солдатам. Это, наверное, о чем-то говорит. Творчество любого человека подчеркивается его жизнью. Считают авторы спектакля «Интимный театр Вертинского» Игорь Сикора и Борис Алексеев. Была история с монетами у Вертинского. Знаете ли они? Нет, наверное, нет. Напомню. В Лаврских пещерах на свечи угоднику паломники клали сверху медики. Саша и его товарищи поступали так же, но наоборот, делая вид, что целую цветыню набирали полный рот монеток. Он покупал на эти деньги цветы и относил их во Владимирский собор Божьей Матери. Вертинский завидовал мальчикам, певшим для нее в церковном хоре и мечтал, что когда-нибудь тоже будет петь здесь. И о детстве мы говорили, и о ранней смерти матери. Здесь говорится и о работе в госпитале, и обо всех странах, в которых он побывал. Ну, наверное, есть один такой яркий эпизод о его встрече с принцем Уэльским, когда он не знал, кто это такой, а потом вдруг тот пригласил его поужинке. Только там в ресторане, значит, от метра до отеля Вертинский вдруг узнает, что он идет на ужин к самому принцу Уэльскому, который до этого просил его в ресторане, в котором Вертинский ночью пел. Значит, вот он просил его, а спойте там одну русскую песню, ну, он там говорит, ну, вот спойте. А спойте, и вы нам спойте. Спойте. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазуре птиц дальний караван. Ну, выражение именно тех внутренних терзаний и переживаний, потому что особенно вот все, что было позднее, все, что в эмиграции написано, и все, что уже даже после возвращения, про дочек, про жену, вот эти все стихи, про старость песни, они вообще уже настолько такие плотные и такие душевные, такие какие-то родные, такие русские стихи. Он был ангелом, но ангелом с рождественской елки. Печальный Пьеро спасал не только души русских в эмиграции. В санитарном поезде, где служил брат Пьеро, была специальная книга, туда записывалась каждая перевязка. Господь задумался. Ну, раз он актер и 35 тысяч перевязок сделал, помножьте все это на миллион и верните ему в аплодисментах. Так объяснял свою славу сам Вертинский. На сцену ежевечерни мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонниц и поклонников. Газеты же меня изощренно крыли. Но ведь давно же витают и в общественности, и в прессе такие разговоры, что сегодняшнее время очень декадентское. Из каждого лично уходит душа. Я и спектакли, собственно, в театре одного в основном как раз делаю именно на эту тему. Она и Оза про это, и Белое на Черном про это, и даже Мужчины в какой-то степени проект про это. Про то, как мы теряем душевность, духовность, тепло и чувство родственности. Про то, как мы абсолютно утратили чувство любви. Такое ощущение, что люди разучились любить друг друга. А Вертинский может в каждого из сидящих в зале заранить хотя бы какую-то крошечку этого чувства. И человек, может быть, ну как-то начнет в нем что-то просыпаться. Ногой юноша с белыми крыльями за спиной спрыгнул с крыши сугроб. И не оглядываясь, пошел босиком вдаль. Ангела звали Саша Вертинский. Ангела звали Саша Вертинский.